Добрый день, вы на канале Крафтенфикс. Сегодня я покажу вам один свой долгоиграющий проект. Он периодически откладывался и забрасывался по разным причинам, но теперь он закончен и давайте посмотрим как это было. В качестве корпуса этого усилителя я взял подобранный на помойке корпус от какого-то коммутатора. Да, объем корпуса конечно слишком избыточен для этой конструкции, хотя некоторые производители аудиооборудования поступают так же. Примерно прикинем расстановку компонентов. Для питания этого усилителя я взял вот такой блок на 24 вольта и 100 ватт мощности. Думаю будет достаточно. Усилитель пришел с Али в нормальной упаковке и ничего даже не пострадало. В комплекте с этим усилителем идут ручки управления, но лично мне они не очень понравились и я купил другие, как вы увидите далее. Также для придания ламповости всей конструкции я решил добавить в усилитель стрелочные индикаторы уровня. Их я так же заказал на Али. В комплекте идут две индикаторные головки и плата управления. Сама плата сделана вполне нормально, но флюс абсолютно не отмыли. Итак, приступаем. Сначала надо удалить лишние резьбовые втулки. Ну а далее размещаем компоненты и делаем разметку для сверления отверстий под их установку. В качестве входных разъемов я использовал гнезда под стерео джек 6.3, которые остались от ремонта микшера. Кому интересно, ссылочка на ролик про ремонт микшера будет в подсказках и в описании. Кроме входных разъемов, на задней панели я разместил выходные терминалы для колонок и сабвуфера. Итак, разметка сделана. Можно приступать к сверлению. Да, вот что бывает, если использовать дешевые сверла с Алиэкспресс. Ставьте лайк, кто тоже покупал такие пластилиновые сверла. Для закрепления входных гнезд в существующих квадратных отверстиях вырезал пластинку из черного пластика. При сборке я пользуюсь аккумуляторной отверткой. Жаль, ее у меня не было при ремонте микшера. Там количество винтов просто зашкаливало. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, источник питания установлен. Теперь прикрепим стабилизатор 12 вольт для питания индикаторов и блока коммутации. В качестве теплоотвода у него будет корпус самого усилителя. Капля термопасты и закрепляю на оставшуюся резьбовую шпильку. Продолжение следует... Подключим стабилизатор к блоку питания и проверим напряжение. Итак, на выходе блока питания 24 вольта, а на выходе стабилизатора 11,6. Для питания индикатора достаточно, так как напряжение его работы от 9 до 15 вольт. Теперь вернемся к плате усилителя. Для отвода тепла от микросхем в комплекте прилагается алюминиевый радиатор, который крепится с помощью термопрокладки с клеевым слоем. Однако, впоследствии я его зафиксировал дополнительно, потому что клеевой слой весьма условный. Под мои задачи я сделал для этого усилителя вот такой коммутатор входов на двух кнопках с фиксацией и трех реле. Итак, суть этого узла следующая. Есть два входа и один байпасный выход. В показанном на схеме положении сигнал с первого входа через контакты реле проходит на вход усилителя. При переключении на второй вход, сигнал с первого входа уходит на байпасный выход, а сигнал со второго входа поступает на усилитель. Второй переключатель позволяет перевести вход усилителя на блютуз и использовать усилитель как обычную блютуз-колонку. Переключение режима усилителя происходит подачей или снятием отрицательного потенциала. На этом фото показана точка подключения управляющего сигнала. Для этого коммутационного модуля я развел и изготовил печатную плату из оказавшегося под рукой кусочка гейтин акса. Реле использовано на 12 вольт с двумя группами переключающих контактов. В данном случае хорошо бы подошли советские РЕС-22 с четырьмя группами контактов, но, к сожалению, не оказалось под нужное напряжение. Питается от того же стабилизатора 12 вольт, что и плата индикаторов. Ну а вот так эта плата выглядит уже установленная в корпус усилителя. Вернемся к корпусу. Из черного акрила с помощью лазерной резки и гравировки была изготовлена вот такая передняя панель и различные сопутствующие конструктивные элементы, а также несколько элементов из прозрачного акрила толщиной 10 мм. Толкатели кнопок также вырезаны из прозрачного акрила 10 мм. С накладочками из молочного акрила толщиной 3 мм. Приступаем к сборке передней панели. Не все нюансы удалось учесть изначально, как вы далее увидите. Так что без допиливания не получилось. А вот и первый нюанс. Промокнулся с размером выемки. Ну что ж, доработаем напильником. А вот и второй. Выступающая резьба с внутренней стороны корпуса. Но это решается с помощью ручного гравера. Ну вот, теперь идеально. Со второй стороны доработал аналогично. Теперь внутренняя панель встает нормально, но необходимо сделать небольшие углубления под индикаторной головки. Тут также пришел на помощь гравер. Инструмент весьма полезный. Ссылки на него, а также остальные материалы и инструменты, использованные в этом проекте, будут в первом закрепленном комментарии. Также с помощью этого гравера сверлим отверстие под винты крепления передней панели. В прорезь помещаем закладную гайку. К боковинам корпуса акриловые кронштейны крепятся с помощью винтов с потайной головкой. Так, а вот и очередной нюанс. Гайку в левый кронштейн, рядом с выключателем питания, пришлось утопить, также с помощью гравера. И вот, когда все нюансы доработаны, можно приклеить кронштейны с помощью космофена и окончательно притянуть винтами. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь, когда все конструктивные элементы установлены на свои места, можно собрать воедино переднюю панель. Сначала удаляем защитное покрытие. На одну из сторон панели наклеен двусторонний тонкий скотч. Снимаем с него защитку и склеиваем их вместе, используя вставленные индикаторы как направляющие. Теперь можно закрепить на панели плату усилителя. Субтитры сделал DimaTorzok Индикаторы плотно и идеально вставляются в отверстия и закрепляются винтами. Сетевой выключатель также занимает свое место. Осталось надеть ручки на оси потенциометров и энкодера. Эти ручки я купил отдельно в чип и дипе. Ручки из комплекта, как я уже говорил, мне показались неподходящими, чисто внешне. Хотя функционал они выполняли. Можно уже окончательно прикрутить панель к корпусу усилителя. И вот он уже начинает приобретать законченный вид. От корпуса снова вернемся к внутрянке. Используя наконечники, клеммы и обжимной инструмент для них, произведем окончательную коммутацию всех цепей. Вот такой монтаж получается. Осталось совсем немного. Плату под кнопки коммутации входов я решил не разводить. А просто использовал макетку, на которой разместил сами кнопки и светодиоды индикации режимов. Для крепления платы был склеен кронштейн из кусочков пластика. Легким движением плату устанавливаем на место и вставляем толкатели. Шлейф от платы подключаем к коммутатору. Первое включение. Индикаторы смотрятся очень приятно, а вот кнопки какие-то вялые. Надо переделывать. В итоге я заменил светодиоды на яркие. И вот такой окончательный монтаж получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На переднюю панель я вынес также USB разъем для флешки. Не знаю пригодится ли он, ну пусть будет. И вот с обновленной подсветкой кнопки смотрятся уже как надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот такой проект получился. Звучит для бытовых условий весьма достойно. Для этого усилителя есть китайское приложение. И при подключении по Bluetooth можно использовать эквалайзер, а также управлять воспроизведением флешки и переключать различные режимы. А всем, кто досмотрел ролик до конца, большое спасибо за просмотр. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА